Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзогет поступил вопрос, как найти потерянный рай. Как раз вопрос практического характера, и, в принципе, вся Библия дает нам ответ на этот вопрос. Дает некоторое понимание, как люди его теряют, какие ошибки допускают на пути поиска этого потерянного рая, куда могут в тупик уйти. Помните, как Господь говорит, да, вожди слепые ведут, и всех, кто за ними идут, тоже в ямы падают. И, по сути, каждая притча евангельская тоже нам показывает, как этот потерянный рай, вот это царствие небесное найти. Если мы помним, в раю земном, в Эдеме, в этом райском саду, который был в материальном мире на земле, Адам и Ева не имели греха, не были отделены от Бога. Поэтому человек, отделяясь от Бога, отделяется от источника блага, и максимально благое место, которое Бог уготовил, самое благое существо в мире для людей, То есть рай, соответственно, тоже для людей, отделяющихся от Бога, становится потерянным. Соответственно, для того, чтобы вернуть вот это благое максимальное место пребывания вечного, бессмертного для себя, для человека, нужно к этому источнику всякого блага, к источнику всего добра в мире, к Богу возвратиться, и от Него не отпадать. А прежде всего, конечно, вот, как я и сказал, каждую притчу можно разбирать, и она будет ответом, причем некоторой частью ответа на этот вопрос. Но вот некоторую стартовую точку все-таки хотелось бы с вами сегодня отдельно разобрать. Давайте откроем Евангелие от Луки, 15 главы, прочтем с 17 по 20 стих. Это притча о блудном сыне. Он уходит из имения отца, где у него было абсолютно все. Говорит, отче, давай то, что ты мне вот хочешь выделить, таланты мои, жизнь, чуть-чуть здоровья, навыки какие-то, материальные имущества и так далее, и так далее, и я проживу как-то без тебя, без Бога. И он оказывается на стороне далече, и ему тяжело. Ему тяжело, плохо сначала, конечно, хорошо, прокутился, а потом голод такой, что даже свиной корм не перепадает. И вот в этот самый момент, прежде всего, вот как найти потерянный рай? Пункт номер один — понять, что ты его потерял. Потому что блудный сын уходит с талантами, данными от Бога, ему кажется, я по-прежнему в раю. Грешник берет, грешит, получает греховное удовольствие, он думает, о, это рай. Там наркоман, там блудник и так далее. Вот кажется, ой, какое там райское наслаждение. То есть, действительно, человек бывает ослеплен. Он уже от Бога отделился, а ему кажется, нет жизни, как она прекрасна. А потом, ну, чуть-чуть помогает Господь, смотришь, а не так уж она и прекрасна. И можно дальше только гнаться, еще дальше на сторону далече, еще там больше в свиной стадо вот это смрадное забиваться, еще больше голодать, страдать, а можно наконец-то взять и просто вот задуматься, задуматься, что рай потерян. И после этого действовать, как? Придя же в себя, придя в себя, наконец-то вот до этого не понимал, что с ним происходит. Придя в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я, умирая от голода, встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, приими в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. Вот мы видим осознание, то, что ты не в раю, осознание, что в рай можно вернуться, осознание того, что ты недостоин этого рая, и при этом уже после того, как ты осознал, что недостоин, все равно к Богу отцу уйдешь, потому что можно срезаться на каждом из этих шагов. Можно взять и, правда, убедить себя, нет, я в погоне за грехом, здесь рай, здесь наслаждение, бери от жизни все, от земной жизни бери, и отвечу, ничего тебе не надо, вот умрешь, ничего, там надо успеть, пока не умер, все тут вот попробовать. Неважно, какой ценой. Нет, вот это действительно тупик. Наконец-то берешь и понимаешь, нет, я рай потерял. Можно и тут тоже срезаться, и потерянный рай не найти. В уныние. Я страшный грешник, все потеряно. Меня ждет там адские мучения. Нет, ну все-таки мы крест почему на себе носим, потому что мы знаем, Христос умер за нас, чтобы нас спасти от работы вражия, чтобы нас искупить. Помните, как апостол Павел говорит, помните, какую цену вы куплены, цену крови Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Следующий шаг. Да, что вот, отче, я согрешил на небо и пред тобой, и уже не достоин. То есть ты понимаешь, что у Бога хорошо, но понимаешь, что ты Бога не достоин. Если ты этого не понял, то тоже к потерянному раю не вернешься. Помните, Каин и Авель, они же тоже хотели в потерянный рай вернуться. Они их, Адам и Ева, только им в детстве об этом и рассказывали. Они видели этот рай вот за стеной и ангела с огненным мечом. Было тяжело снаружи. В их трудах, там в пастушеских, в земледельческих трудах тяжело им было. И тоже, почему Каин-то Авель убил? Да потому что он-то считал, моя жертва достойна. Я заслужил, чтобы Господь принял вот этот дым от меня, потому что вот, да, я рай потерял, но я же работал, я трудился, я вот столько-то сделал, и Бог меня обязан в рай сделать. В рай взять, и я для него прям создан, для рая, своими поступками. Так и человеку, грешнику, ему тоже кажется, что нет, вот я взял, ну, поисповедался, ну, помолился, ну, доброе дело сделал, ну, там что-то пожертвовал, ну, еще что-то. Но я, в принципе, неплохой-то человек. И рай слышит, нет, рай так и останется потерянным, только дальше от него делишь. Когда понимаешь, нет, что бы я хорошего не сделал, все равно рай не заслужил. И здесь опять вот такие качели, можно ткнуться в уныние и сказать, ну, да, раз я рай недостоин, все, ну, стою. Либо стою, ну, просто если Господь захочет, он меня спасет. Ну, там вот протестантский тоже подход. Ну, меня же Иисус спас, не важно, что я там делаю. Да, либо вот такой уже, да не, вот все равно столько нагрешил, но сгорел сарай, горе их ад. Нет, обязательно надо и последнее, вот то, что в 20 стихе мы пошли, встал и пошел к Отцу своему. Все ты понимаешь, свое состояние, что недостоин, но все равно идешь. Вот это самый главный шаг, идти к Богу. А уже на пути к Богу можно открывать Евангелие дальше, читать различные притчи евангельские и смотреть, чтобы на этом пути ни обо что не споткнуться. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok